Сегодня в Якутске прошла выставка реабилитационного оборудования и технологий «Доступный мир». Медицинские учреждения и компании представили свои методики по реабилитации инвалидов и технологии. Продолжит Сарглана Захарова. Мало кто задумывается, что самые элементарные действия, как принятие пищи или застегивание пуговицы, для некоторых могут обернуться непосильной задачей. Люди с ограниченными возможностями здоровья каждый день сталкиваются со множеством таких препятствий. Современная медицина и новейшие технологии реабилитации предлагают решение этих проблем. Так даже самая обычная трось может стать многофункциональной. Также у нас есть такая новинка, телескопическая трось, она просто удлиняется, и также у нее идет фонарик. То есть можно идти и светить в темноте. Другое приспособление, которое в прямом смысле слова открывает новые дороги для маломобильных людей – переносные пандусы. На выставке они представлены самых разных видов. Главное – простота и удобство в использовании. Ну их можно использовать в любом месте, где есть какая-то возвышенность, прислонить, например, высокие пороги, лестницы. В любом месте можно. Он мобильный, его можно использовать, можно складывать, в любом месте достать. Высокотехнологичные разработки используют и в образовании. Некоторые из них представил на выставке республиканский техникум-интернат для инвалидов. В частности, это электронные увеличители для слабовидящих. Читать, увеличивая вот это, могут читать. А это вот как раз во время учебы они могут через доску, да, тоже увеличивается. Вот так, если смотреть, да, вот. Этот аппарат у нас в основном стоит в библиотеке. А эти могут прямо, где они обучаются, кабинеты. Отметим, что выставка «Доступный мир» проходит уже в третий раз в Якутске. В этом году в нем приняли участие 8 компаний и медучреждений. Гости выставки могли не только ознакомиться с современными разработками, но и получить консультации терапевта, офтальмолога и эндокринолога.